Всем привет, друзья! Нам очень приятно, что вам понравился новый формат лор-викторины по миру Доты 2. Правила вы можете посмотреть в предыдущем ролике, а сейчас второй выпуск с новыми и старыми участниками. Итак, первый вопрос. С кем очень хорошо дружила Кристал Мейден, когда обучалась контролировать свои способности в землях Айсрека? Таск. Я думаю, что с Тускаром. С Тускаром. Давай четыре варианта. Варианты ответов. Аппарат, Туск, Винтер Виверна или Лич? Пусть будет Таск. И правильный ответ. Туск. Четко. Второй вопрос. Кто является настоящим альфа-самцом во вселенной Доты 2? Кипер Алзалайт. Какой-то странный вопрос. Ну, давай варианты, просто я не понимаю, это какой-то с подковыркой. Что-то тут не то. Варианты ответов. Дрэгон Найт, Джиггернаут, Свен или Кипер оф Де Лайт? А, я понял. Ну, Кипер оф Де Лайт. Ну, это просто вопрос с подвохом. Ну, пусть будет котел. Я думаю, что это правильный ответ, но не уверен на то на сто процентов. Свен. И правильный ответ Кипер оф Де Лайт, потому что он раздает комплименты всем героям женского пола, с которыми находятся на линии. А, красавчик. Ну, видишь, мысл не туда попал, куда надо. Следующий вопрос. Все мы знаем про противостояние Тайтхантера и Кунки. А знают ли наши участники, кому хочет отомстить Бристалбек? И ради чего он вообще ввязался в Войну Древних? Насколько я помню, Бристалбек хочет отомстить Тускару, потому что во время какой-то попойки в баре Тускар выбил ему глаз. Твой вариант ответа? Ну, Тускару. Тускару. Я не знаю, но просто есть эта история, что он пошел качаться, потому что он был вышибалый в том самом клубе, где я назвал, что он бармен. И, значит, ему таск выбил глаз, и он типа лишь понял, что ему надо подкачаться. Но я не уверен, что это прямо именно причина, почему он воюет. Я не знаю. Ну, давай варианты. Ну, если там будет таск, но это будет неправильно, я прямо обижусь здесь. Ей-богу. Варианты ответов? Брюмастер, Бистмастер, Туск или Тролль Варлорд? Ну, я говорю таск. Вот я объяснил почему, но если это неправильно, я обижен. Тролль Варлорд. Потому что он слишком троллировал, видимо, Бристалбека за его сопли из носа. И правильный ответ Туск, потому что именно он выбил глаз Бристалбеку, когда тот работал в той самой таверне вышибалый. Я мог, получается, зажарить сейчас уже 13 баллов. Четко. Какой темный лор вообще, жесть. Предпоследний вопрос. Кто из магов вместе с Инвокером обучался в школе магии? Я знаю, что Инвокер обучался с Андайингом, который впоследствии нахимичил и стал вот таким... Ой. Ну ладно, давай я без вариантов, я просто скажу. С Андайингом, вот с Андайингом он обучался. Ну, Рубик обучался. Вообще еще Андайинг с ними обучался, но Андайинг типа поставил какой-то мегаэксперимент и стал Андайингом в итоге. Но так Рубик. Они там соревновались. Рубик. Это единственное, с кем Инвокер не хочет... Да-да. С кем Инвокер не хочет встречаться в бою. И варианты ответов. Рубик, Лешрак, Зевс или Скаймак? Без вариантов Димак. И правильный ответ это был Рубик. Сегодня легко. Последний вопрос. Какому божеству поклоняется Бладсикер? Не имею понятия. Два варианта. Четыре варианта ответа, пожалуйста. Всезнающий, Бескожие Близнецы, Селемены или Малерон? Ну, я хотел сказать Бескожие Близнецы, мне кажется, что больше похоже, чем... Просто я не знал, кто такой Малерон. Но Бескожие Близнецы, ну, это что-то близко. Там Бладсикер, он такой похожий, что он там кожу сдирает с людей. Или что-то вроде. Давай второй вариант. Б. Бескожие Близнецы. Чего? Ну, потому что у него есть сет на костях и всем прочим. Это очень похоже на него по концепции. Скажу Малерон. Бескожие Близнецы. Вариант Б. И правильный ответ. Бескожие Близнецы. Да! Все, болейте за меня, КБУ. Четко. Yes! Yes! В нашем втором выпуске побеждает Дмитрий Инмейт Филинов. Давайте поздравим его в комментариях, в чатике, где бы вы ни смотрели это видео. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok